Виталий, приветствую тебя. Торговая сессия вторника. Обсуждаем финансовые рынки. Событий будет очень много. Впереди опять же у нас и нонфармы в эту пятницу, потом 5 ноября через неделю выборы в США и через два дня после того, как мы узнаем, кто займет овальный кабинет, еще будет и заседание Федеризирова. Короче, очень жаркое начало ноября. Мы с тобой, безусловно, будем сопровождать информационно все эти события, подсказывать, как и что можно использовать в плане трейдов, сделок, чтобы максимально исчезнуть выгоду из всех этих событий. Ну что, прежде чем перейти, спрошу тебя, как у тебя в целом настрой в преддверии вот этих грандиозных ивентов. Что ты думаешь в отношении... Ну, сначала, наверное, давайте поговорим о нонфармах, потому что все-таки это самое ближайшее событие. Как ты думаешь, есть вероятность того, что мы увидим слабый отчет, который может заставить покупателей доллара отступить и спровоцировать развитие нисходящей динамики по индексу доллара? Либо ты поддерживаешь вот эти оптимистичные ожидания, что доллар будет расти еще в течение продолжительного периода времени, когда Трамп еще станет потенциально президентом, там вообще будут дополнительные предпосылки для роста этого актива. Пару слов буквально, Виталий, и перейдем к локальным сделкам. Итак, всех приветствую. Ну, я, скажем, даю такие прогнозы только из анализа графика. Если график показывает, то, скорее всего, эти данные, там, они уже будут подходить, скажем, к графику на данный момент. Пока я вижу, что доллар укрепляется, и он дальше, скорее всего, будет укрепляться, насколько время покажет. А уже если ближе к пятнице по нонфармам у нас еще до этого будет куча новостей, если график поменяется, тогда я и тоже поменяю свое мнение. Но пока я за рост доллара, возможно, до пятницы оно поменяется мнение, потому что хочется там иногда поспекулировать на разных коррекциях. Вот недавно поспекулировал по нефти. Я, в принципе, был шартистом по нефти таким среднесрочным, и, в принципе, и ты целился на 60, там, на 50. Но локально начал там спекулятивно покупать. Я еще не исключаю, что мы можем еще показать рост, и, скажем, вот, словил вот этот геп такой. Ну, он не прям там большой, но, скажем, неприятно, скажем, получать там двойной-тройной убыток на сделки. Виталий, ну, давай позволим себе сделать прогноз на исход гонки президентской в США. Все-таки, по твоему мнению, Харрис или Трамп? Я, скажем, вот, мы с тобой, когда в прошлый раз давали прогноз, я ставил на Трампа, и проиграл я. Сейчас я ставлю снова на Трампа, я думаю, что я снова проиграю, потому что раньше я верил в оплот такой демократии, честные выборы в США. Сейчас я этого не верю. Там, мне кажется, еще похуже, чем в наших странах СНГ. Здесь понятно, что и как, все, но там еще хуже, поэтому сложно будет Трампа победить. Там вот эти перерасчеты, вот эти машинки считают. То есть я бы хотел, чтобы Трамп победил, потому что он, возможно, наведет порядок какой-то. Хотя мало верится, потому что там нужно еще контролировать Сенат, Конгресс и так далее, а у них такого контроля нет. А если снова демы придут к властям, ну, снова хаос такой будет в мире. Ну, действительно, очень сейчас трудно сделать какую-то ставку конкретную, потому что даже результаты общественных настроений, более-менее объективные оценки, если, ну, конечно же, опустить определенные издательства и определенные экзит-полы по содержанию, которые преследуют конкретные цели. Ну, те, кто за Трампа, конечно же, они сейчас рисуют, что Трамп опережает Харрис на 10-15%. Ну, независимые агенции, скажем так, говорят о том, что два кандидата идут прямо в брови, 50 на 50, и, возможно, даже у Камала Харриса есть перевес в пару процентов. Ну, очень скоро уже, опять же, развязка. Я думаю, что рынки еще до 5 ноября, конечно же, покажут неплохую волатильность, и в этот день 5 ноября, само собой, будут еще более интересные движения. Ну, что, давай. Если вот так брать анализ, что они вровень идут, то, скорее всего, Харрис победит, потому что у них, как в прошлых выборах, тоже там перерасчеты шли, и там, то же самое, как сейчас в этих, в Молдове были выборы, и там кривая вот эта подсчета голосов так шла ровно, а потом так бах, и такой прыжок. Такое было где-то, я помню, в России где-то на позапредыдущих выборах то же самое, там шла кривая, а потом так чух, как они это все считают, вбросы и так далее, ну, такое, посмотрим. Ну, скорее всего, Харрис победит. Ну, согласен, что когда такое распределение 50 на 50, куда больше шансов у партии власть остаться у руля, то есть в данном случае у демократов. Да, и это не впервые у них такое, я помню даже, там уже несколько раз у них такие перерасчеты голосов идут, там тоже такие жулики сидят, ну, я извиняюсь за выражение такое, ну, как-то вот так. Хорошо, давай тогда мы к этой теме, безусловно, вернемся, особенно на следующей неделе. Ну, мой какой совет, вот когда будут там выборы, перед выборами я бы там не торговал, потому что можно торговать, но нужно понимать вот как по нефти, да, то есть можно геп словить, можно волатильность такую словить, что хорошо, если в твою сторону сразу. Оно же может так попрыгать туда-сюда с графики цен, поэтому нужно быть очень аккуратным. Так, ну что, давай тогда перейдем к нашему локальному анализу. Пока что у нас не выборы, у нас пока нонфармы в эту пятницу. Сейчас демонстрация экрана. Так, индекс доллара 104.15, но за последнюю торговую сессию особо картина не поменялась. Бакс держится на локальных максимумах и, конечно же, нуждается в дополнительных новостных триггерах. На этой неделе, безусловно, это данные по рынку труда. Сначала отчет ADP, в среду, в пятницу нонфарм. А сегодня, кстати, еще будет отчет по открытым вакансиям JOLS. Может быть, чуть прояснить перспективу по рынку труда. Я считаю, что доллар пока может очень сильно оступиться, если по факту мы увидим те цифры, которые сейчас прогнозируются. Потому что фактически прирост количественных рабочих мест, по прогнозам, может быть, в два раза хуже, чем два месяца назад. Если будут еще более выраженные негативные сюрпризы, то на рынок нужно будет вернуть спекуляцию. А что, если рынок труда все-таки не так хорошо чувствует себя в США, и у него есть определенные проблемы. И я думаю то, что доллар, прям, я уверен, что по этому графику видно, очень высоко забрался за последние недели. В идеале бы дать какой-то коррекционный откат. Я вообще продавец по инвесу доллара. Мне бы после вот этого коррекционного отката еще бы увидеть предпосылки для развития нисходящей динамики, которая могла бы перерасти в новый даунтренд. Поэтому сейчас, конечно же, сегодня, завтра, там, послезавтра, может быть, уточнять какие-то уровни не имеет значения. Нужно просто уже ждать нонфармы, смотреть за характером цифр и делать однозначные выводы. Если получаем еще один сильный отчет, то, конечно же, все заговорят о том, что тенденция изменилась, рынок прогрессирует, дальше будет еще лучше. Экономика, благодаря рынку труда, сможет оказать серьезный экономический рост в рамках 2024, с таким же позитивом начать 2025 год. А поэтому Федрезерву, в принципе, с учетом такого прогресса на рынке труда, можно не агрессивнить, скажем так, с смещением экономической политики. Я имею в виду, можно оставить где-то там в истории потенциальное снижение ставки на 50 байсных пунктов. Но в то же время, это, конечно же, сценарий, который сейчас обсуждают все покупатели. Я придерживаюсь другого сценария, что мы получим плохие цифры, и это может вернуть на рынок спекуляцию о том, что уместно более агрессивное смещение экономической политики. Хотя при любом раскладе в этом году мы вряд ли уже увидим снижение ставки на 50 байсных пунктов. Будет в соответствии с прогнозами по 25 байсных пунктов за раз в ноябре-декабре. А вот в следующем году уже будет видно. Так, по золоту. 2751 доллара за тройскую унцию. Мы находимся на уровнях, которые с небольшим округлением позволяют констатировать факт того, что золото торгуется вблизи рекордных отметок. В исторических максимумах сейчас золото снова пользуется спросом, независимо от того, что происходит с трижерями, независимо от того, что происходит с долларом. Золото, конечно же, сейчас подогревает тема, связанная с исходом выборов в США. Это неопределенность, которая имеет место быть, поскольку обсуждается влияние на экономику и на внешнюю и внутреннюю политику и Харрис, и Трампа. И все это сопряжено с высокой степенью неопределенности. Можно ли использовать Ближний Восток как фактор сейчас поддержки для золота? Ну, возможно, да. Поскольку регион все еще бурлит. Может быть, не такой шокирующий по последствиям ответ Израиля. Но не стоит забывать, что Иран также, скорее всего, не будет дальше отсиживаться. Хотя я надеюсь, что эскалации еще больше конфликта не последуют. Но до тех пор, пока Ближний Восток все-таки фигурирует в новостных сводках, нужно понимать, что институциональные инвесторы будут использовать этот фонд как еще один триггер для того, чтобы сидеть в защитных инструментах. Особенно сейчас это очень характерно для золота, потому что золото остается на исторических максимумах. Какие ожидания дальше? Я сейчас при текущем новостном фоне, который в целом не изменился. Неделю, две недели назад был тот же самый фундаментальный фон касательно вообще главных новостей. Я сейчас смотрю на Ренщинный сантимент. И он подсказывает как раз, что со вчерашней торговой сессии толпа снова преимущественно зарезла в короткие сделки. И отсюда я делаю вывод, что мы можем увидеть движение выше 27,60 и возможно даже рывок к отметке 28 уже в перспективе ближайших дней. В пятницу еще один триггер будет как раз отчет по non-farm perils. Если американская валюта, как я ожидаю, оступится, то у золота будет еще один повод развития дальнейшего восходящего динамита. В отношении рынка именно драгоценных металлов и золота я бы сейчас рисковал через длинные позиции, даже несмотря на то, что очень дорого уже стоит золото, очень высоко находится актив, и может быть есть какие-то признаки перекупности. Так, еще я сегодня хотел разобрать ситуацию вот как раз с нефтью. 71 доллар за баррель, а сейчас 71.10. Я за дальнейшее снижение, тоже в район 70 долларов за баррель. Как и в ситуации с золотом, здесь сантимент, толпа находится в длинных позициях, идем против толпы. Касательно Ближнего Востока, был ответ Израиля, но не пострадала нефтяная инфраструктура, и с открытия, собственно, этой недели мы видим, как рынок чуть-чуть начал убирать с рынка вот эту геополитическую премию. Потом факторы, которые давят на котировки нефти сейчас, последний прогноз от Международного Агентства, то, что спрос на нефть в Китае вырастет все еще на 100 тысяч баррелей в этом году, это всеми расслужащим была оценка в начале этого года. Но я сегодня на своем брифинге также говорил, что вообще повезет, если будет какая-то позитивная динамика по росту спроса. И предложение все ближе к декабре, вот это увеличение почти на 200 тысяч баррелей в сутки. Все жестче нарушается дисциплина странами Казахстаном, Ираком, что нервирует страны ОПЕК+, в частности Саудовская Аравия, которая в августе и в сентябре получила минимальные доходы от продажи нефтянки за последние три года. И я думаю, что Саудовская Аравия при определенных обстоятельствах может отказаться от вот этого статуса компенсирующего региона и начать тоже поднимать производство нефти, что потенциально через год, может быть чуть меньше, вернет на рынок еще больше миллиона баррелей в сутки. Поэтому в целом за идею дальнейшего снижения и думаю, что 70 – это уровень, который мы точно протестируем и, возможно, окажемся ниже. Мои коллеги считают, что 65 долларов – это прям уже путь за один бренд туда открыт. Так, Виталий, еще пару долларов Канаде с кассировки 1.3885, резонанс заседания Банка Канады на прошлой неделе, ставку снизили на 52 пунктов. Был, по сути, анонс того, что аналогичное смягчение может последовать в декабре. Я считаю, что это так. И еще из-за снижения цен на нефть, думаю, что пара доллар канадец – это прям блестяще. Возможно сейчас сочетать в себе и фундаментальный фактор смягчения экономической политики в Канаде, и вот эту вот негативную динамику на рынке сырьевых инструментов, потому что для канадской экономики стоимость нефти имеет принципиальнейшее значение. И отсюда жду 1.40 как вполне реалистичная цель, которая может быть достигнута уже в перспективе ближайших не то чтобы недель, а даже дней. Так, вот на этих инструментах остановлюсь тогда. Слово передаю тебе. Демонстрация грузится. Все ок. Видно. Хорошо. Итак, приветствую. Еще раз. Ну, давайте начнем с нефти. В принципе, я с тобой согласен. Я целюсь по нефти и раньше об этом говорил, что среднесрочные я целюсь на 60 долларов, что мы где-то вот эти минимумы, которые у нас в районе 70 по бренд, мы должны их провалить и уйти туда на 60, возможно ниже, это время покажет. Но у меня была спекулятивная позиция на прошлой неделе. Я думал, что перед этим падением и в принципе вот этот момент, что сейчас вот как бы Блумберг, вот то, что ты сказал, что не попали там в нефтяную инфраструктуру и так далее, но в принципе это было заложено еще до этого, потому что говорили, что Израиль вроде бы там договорился с американцами и так далее, что не будут бить туда, как бы это должно было заложено быть в рынок. Но, как видим, это не заложили, а нефть это спекулятивный достаточный инструмент и хорошенько так поносили. Поэтому по нефти дальше буду искать точки входа по рынку. Я еще не исключаю тот момент, что здесь зона поддержки достаточно сильная, но пока точки входа я не вижу. Я еще не исключаю, что мы здесь проболтаемся в этом большом боковике, еще там 80 возможно и только потом падение. Дальше. Поэтому я буду аккуратно здесь с точками входа на шорт. Поэтому пока вот сугубо так введение по данному инструменту. Дальше. Что касается индекса доллара, начнем с евро-доллара, да, то есть в принципе там одно и то же. Здесь я пока за снижение евро, то есть у нас ключевой уровень сопротивления, на который стоит обратить внимание, уровень это 1,0830, 1,0840 условно вот эти максимумы, которые были у нас локальные на прошлой неделе вот эти. Пока мы ниже этих уровней, я за снижение в район там 1,0750 и возможно ниже достаточно сильно. Но здесь тоже, скажем, в принципе сильно вот этот тренд уже перепродан и здесь возможно фундамент вмешается и данный рынок будет корректировать. То есть в зависимости в какую сторону вы стоите. То же самое и касается фунт-доллара. Есть в принципе какие-то локальные признаки на возможный разворот евро-доллара и фунт-доллар и некоторые индикаторы на это указывают. Но есть иногда такие тренды, когда очень долго могут снижаться евро и фунт без коррекции. Тот же самый канадский доллар, который ты взял во внимание, он в принципе смотрим месяц такого достаточно мощного роста без каких-то коррекций. В принципе сигналов на коррекцию пока не вижу. То есть поэтому я пока, вот мы по евро ниже этих уровней, я за шорт. Вот когда их будем пробивать, тогда будем уже говорить по-другому. Но если вы там условно шортист по индексу доллара, там покупатель по евро, по фунту, есть признаки, скажем, на какой-то разворот. Тот же самый фунт, у него уровень сопротивления это 1.30, пока мы ниже, я за шорт, да, по данному инструменту и достаточно сильный. То есть вот до конца месяца мы можем хорошенько провалиться там в районе 1.28 плюс-минус. Но также присутствуют здесь и индикаторы, и модельки, которые указывают на возможный разворот. Но учитывая, как иногда могут тренды падать вот у нас, на что я рассчитывал, что вот это все движение, которое у нас последние там несколько недель, мы с него должны очень сильно там даже в район 1.27 плюс-минус свалиться. Поэтому евро и фунт я назвал ключевые уровни, ниже них я бы шортил. И стоп-лоссы здесь небольшие, кстати, где-то примерно по 50 пунктов шортим. Вынесет, тогда будем говорить по-другому. Так, дальше, что еще? По золоту. Ну, по золоту, в принципе, согласен за дальнейший рост. Я даже покупал его на этой неделе. Оно там не сильный прям такой рост показывало. Я пока вышел с него, потому что переложился, скажем, другие инструменты. И сейчас рынок у меня такой. Я в последнее время что-то часто, ну, не то, что часто, а в последнее время перевернулся по некоторым позициям достаточно глобально. И, скажем, не все позиции отрабатывают, скажем, какие-то моменты. Много каких-то новых водных правил входит и что-то сбивает с толку и так далее. Поэтому золото я пока вышел, но, в принципе, я придерживаюсь твоего момента, что у нас есть еще куда расти. У нас ключевой уровень поддержки по золоту 1,2,2,710, вот эти минимумы, да, пока мы выше них за рост. Но здесь тоже где-то, возможно, какой-то финал роста. Возможно, он или на нонфармах закончится, посмотрим, какие данные выйдут. Или уже на выборах, то есть могут хорошенько так просесть. Ну и что касается остальных рынков, по S&P у меня недавно было такое введение. Я перевернулся достаточно глобально. Почему? Потому что вот есть такой инструмент, как индекс страха. Его, кстати, можно торговать в Amarkets. Это CFD на индекс страха. И вот здесь рисуется, как мне кажется, глобальный, ну не то, что глобальный, неправильно, среднесрочный разворот, то есть по данному инструменту. То есть, как я вижу это, что крупные игроки хеджируют и покупают данный инструмент, наверное, что-то или, ну я не знаю, к нонфармам это, скорее всего, к выборам. И что этот инструмент может показать достаточно сильный рост в ближайшее время. Поэтому, если учитывать тот факт, если я не ошибаюсь, с индексом страха, мне, кстати, на своем канале уже там последние два обзора об этом обсуждал достаточно подробно, сейчас не буду вдаваться. Поэтому, кто торгует данный инструмент, можно его купить. Здесь понятно, куда стоп-лоссы за вот этот уровень прячем. И если правильно я интерпретирую этот момент, то S&P 500 может пойти на разворот. То есть, что это будет? Это будет глобальный разворот или это будет какой-то коррекционный разворот, возможно, какие-то или Трамп придет выбором или просто рынок уже сильно перекуплен. Поэтому, если интерпретировать вот этот индекс страха, который указывает на лонг, а он, кстати, очень часто правильно все показывает. Вот даже там предыдущие моменты, вот если его анализировать детально, кто занимается этим, у него может быть только лах с S&P 500, то, что он накапливает какую-то позицию и позже выстреливает, а S&P может какие-то локальные максимумы. Вот этот только есть минус один. Но, в принципе, у меня ощущение, что фондовые индексы пойдут на коррекцию. Но обязательно стоп-лоссы, кто шархит S&P 500 за вот этот максимум, который у нас был в пятницу. То есть, вот сюда стоп-лоссы. Потому что, если мы дальше будем проваливать вот эти максимумы, то, скорее всего, там он пойдет на обновление максимум. Поэтому вот как-то вот так. Виталий, спасибо тебе за рекомендации. Ну что, тогда ждем нонфармы. А на следующей неделе уже во вторник как раз с тобой обсудим выборы в США. Следующий вторник – это как раз 5 ноября уже. Соответственно, точно будет о чем поговорить. Спасибо тебе за внимание, за то, что поделился своими рекомендациями, подсказал, как и что можно сейчас использовать нашим подписчикам и фолловерам. Ну и, конечно же, тебе тоже хороших трейдов, как и всем нашим подписчикам перед нонфармами, если будешь работать по факту выхода этой новости. Ну и хороших выходных, Виталий. Ну пока, удачи. Пока.